Серафима Саровский приход известен многим жителям белорусской столицы в деревянном храме в честь оптинских старцев. Построенный более 10 лет назад в Малиновке, он стал средоточием церковной жизни в этом густонаселенном районе Минска. В праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца здесь отслужил божественную литургию митрополит Минский Ислудский Павел, патриарх Шекзар всей Беларуси. Владыка Павел отметил известность и величину духовного подвига преподобного Серафима Саровского. Саровский подвижник достиг такого совершенства в духовной жизни, что церковь именует его ангелоподобным. Он действительно, как Серафим, горел в своих молитвах. Люди со всех концов Руси Святой прибегали и приезжали к этому дивному помощнику и скорому помощнику, и молитвеннику, и заступнику пред Богом. И молясь перед ним и получая его назидание, ощущали на себе особую благодать Божию. Серафимовы слова о смысле жизни, как стяжании Святого Духа, известны многим. А вот как определить, есть ли в нас его плоды? Об этом было сказано в апостольском чтении праздничного дня. Апостол Павел в своем послании к Галатам говорит, «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Эти слова святого апостола Павла, подчеркнул патриарший Экзарх, должны стать для нас духовным мерилом. Давайте будем стремиться к тому, чтобы от нас исходили эти плоды. А если этого нету, то надо задуматься. Значит, я провожу жизнь, которая не соответствует Духу Евангелия. Владыка Павел пожелал, чтобы преподобный Серафим помогал всем на жизненном пути, руководя каждым в духовном совершенствовании. Особые поздравления митрополит направил именинникам. С Днем Ангела он поздравил одного из алтарников храма по имени Серафим и прихожанку Наталью с Днем Рождения. Всем вам, и Серафиму, и Наталье, давайте пожелаем благоденственное и мирное житие, здравия, спасения во всем благое поспешение и многое лето нашим именинникам. Многое лето, многое лето. В этот же день было дано начало рождению храма в честь преподобного Серафима Саровского. Патриар Шейкзар совершил чин освященное место по строительству церкви. Она будет располагаться также в Малиновке, недалеко от улицы Белецкого. На этом пустыре уже когда-то стояла часовня, разрушенная впоследствии богоборческой лихолетии. Сейчас здесь появится целый комплекс. Часовня в честь благовещения и сам храм. Общая длина у нас получается где-то 60 метров, а ширина 40 метров. Высота храма у нас получается где-то 143 метра. Это на 1800 человек, 2000 вот так. У нас район здесь где-то порядка 80 тысяч вот так. Мы будем надеяться, что эта сказка воплотится. С Божьей помощью. Да, конечно, с Божьей помощью. Замечательный будет храм. По окончании осмотра площадки по строительству храма и уже намечающейся часовни, владыка Павел посоветовался с прихожанами по поводу того, в честь кого будут освящены пределы нового храма. Царственных великомучеников бы хотелось бы принять. Вот, дорогие братья и сестры, поскольку высказано было предложение в честь новомучеников, можно в честь новомучеников и исповедников земли русской. И в нее как раз в это число входит и царственная семья, и все новомученики. Я думаю, что это будет правильно, правда? На память общая фотография. В постные дни белорусская паства в процессе съемки не говорит чиз или сыр. Прихожане вспоминают только национальный корнеплод. Бульба. Нет, сыр не поначалу. Бульба. Сегодня пятница, сегодня бульба. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ плюс» Минск, Беларусь.